Здравствуйте всем, я с Украины, с Одессы, с жемчужиной в море. Хотел, друзья, поговорить о теме, по поводу же, вот как, допустим, дьявол пытается постоянно завоевать наши мозги, наше сердце, друзья. И нужно понимать, знаете, как обратиться еще, допустим, в истории как с Христом, друзья, как его дьявол пытался разными штуками его оболестить, знаете, постоянно его искусить. Пытался предлагать ему разные моменты, там, искуси Господа, там, что угодно, прыгни там сверху с горы, там, что угодно, пока не сатане, он там власть даст и так далее. Суть идет о том, друзья, что сатана, знаете, он как рыкающий лев, такой рыкающий, постоянная трудяга, друзья, он очень большой трудяга. Вот если бы он трудился бы во славу Господа Бога нашего Иисуса Христа, он был бы, наверное, самым крутым созданием. Он очень, но он, к сожалению, борется за зло, и он является самым большим соперником, потому что он большой трудяга, огромный трудяга, друзья. И он постоянно работает на то, чтобы действительно обовестить людей, да, как он хотел бы Иисусом. Иисус сказал, привет, друзья, как мы должны этого спасаться от сатаны. Для того мы должны, друзья, постоянно быть в слове, то есть на духовном хлебе. То есть это не такая пища, хлеб, который мы кушаем. Вот кушаем, кушаем постоянно, да, это мест именно духовный хлеб, друзья, когда мы питаемся постоянно Словом Божьим. Знаете, каждый день, как мы чистим зубы,undred знаете, как мы там умываемся, Таким образом, мы Словом Божьим питаемся, как кушаем и обводу, так и питаемся духовным хлебом. Таким образом, быть постоянным в слове, когда действительно наш мозг становится более духовным, более сильно пробитым духовной информацией, и таким образом мы можем противостоять друзьям сатане. То есть мы боремся против него, еще даже можем на него наступать и побеждать, друзья, потому что за нас самый главный творец Иисус Христос. Для этого, друзья, нужно тоже бороться, а не так, допустим, знаете, что в какое-то время мы послужили Господу, даже, может быть, много футов принесли, дай Господа, а потом, а я много-много сделал для Господа, да, теперь пойду-ка, отдохну от Слова Божьего, я там отдохну от всего. Тоже, друзья, к сожалению, не канает на примере целя Давида, не канает. Нужна, друзья, знаете, как такое, как жизнь, знаете, вот жить духом, это как стиль жизни, как длинный марафон. Пускай это будет спокойнее служение, но должно быть четкое, стабильное, стабильность, друзья, когда мы постоянно в Слове Божьем и работаем на Слово Божье, то есть на церковь, на Библию, да, потому что это в итоге так заповедовал наш Творец, и в итоге это нас проведет вечность в Рай. Когда, друзья, мы постоянно напомним за Слово Божье, мы постоянно можем противостоять сатане и не дать облестить свой разум. Напомним, друзья, что разум – это очень главный момент, от него зависят уже наши все дальнейшие поступки. Поэтому, друзья, да, друзья, мы помним, что если мы будем исполнять Слово Божье, то нам, друзья, светит не ад, не место мучений, а рай, не место полного счастья, радости и благодати во всей вечности. И то же самое, друзья, прекрасно, как здесь. Шикарно, друзья, в Одессе, на море, в конце даже октября. Только в Рай, друзья, будет все еще бесконечно разлучшено. Поэтому ссылку, друзья, я оставлю на полное видео в описании, где наши апостолы уже все детальнее и детальнее уже разберут, что говорится, друзья, к чему и зачем. Поэтому питаемся Словом Божьим, друзья, пропитываемся постоянно, делаем это в постоянстве. И крепчаем духовно, и таким образом себе сможем шаг за шагом протаптывать себе дорожку в вечность, в рай. Аминь.